Ну а теперь самое время перейти непосредственно к обещанному тесту. И начну я его вот с этого экскаватора. Да нет, шутка, все-таки с автомобилей Шкода. Прежде чем оказаться в учебном центре Канпадера, мне пришлось сменить большое количество пестрых слайдов за лобовым стеклом. На отрезке пути, длиной порядка 60 километров. Это расстояние от аэропорта Барселоны до местечкового полигона я решила проехать на красной Октавии Скаут. Пока природно-техногенный проектор восполняет дефицит летних контрастов на подкорке, стоит упомянуть, что Шкода очень активный игрок на рынке полноприводных автомобилей. И главное, чешский продукт один из самых доступных в сегменте 4х4, соответствующим уровнем качества своему немецкому боссу Volkswagen. Испанская зима, напоминающая среднее российское бабье лето, ничем не способна спровоцировать активное вмешательство многодискового фрикционного пакета Haldex 4-го поколения. Сухой асфальт дорог тонкими нитями прошивает экран навигации и ведет самыми разными путями, исключающими лишь скользкое покрытие дорог. Сие чудо можно встретить гораздо дальше, в перенеях, белые макушки которых нет-нет, да и возникают на линии горизонта. Сейчас я направляюсь на первый спецучасток, на так называемую динаметрическую дорогу. Там будут всевозможные изменения, где на скорости можно будет испытать весь потенциал полного привода Skoda Super. Как раньше, возможность полного отключения системы динамической стабилизации электроника Super уже не позволяет. Нажатием кнопки можно лишь упразднить одну из директив ESP, отвечающие за контроль тяги. Поэтому хулиганить в разрез предписанием инструктора, ведущего за веношкод, не получится при всем желании. Да и нужно ли это? Современные системы подключаемого полного привода напрямую взаимосвязаны с альмаматор контроля устойчивости, сцепления с дорогой и торможения. Без этих электронных помощников даже при самом равномерном распределении момента между осями можно натворить бед не менее фатальных, чем на аналоге с моноприводом. Поэтому без ESP на скорости, да еще и в поворотах, неравномерный характер подключаемого полного привода окажет полезную услугу лишь тем, кто имеет навыки управления в более профильных автомобильных дисциплинах. Когда наступает предел сцепных свойств покрышек и в дело вмешивается ESP, именно перебрасываемый момент между осями позволяет быстрее ослабить удела электроники. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что старт на скользком покрытии и последующий разгон гораздо эффективнее обеспечит автомобиль с шильдиком 4х4. Конечно, это не самый веский аргумент, однако он в числе тех неопровержимых, за которые действительно есть смысл раскошелиться. Сейчас я только что прошла 25 участков, в которых прочувствовала полный привод в скоростных условиях. Теперь же мне предстоит полное бездорожье. Посмотрим, как с ним справится Skoda Yeti. Конечно, организаторы тем самым «Желтым экскаватором» воссоздали максимально приемлемые условия, которые просто обязаны покориться чешско-тибетскому чуду. Однако я уверяю, что в естественных условиях не всякий журналист решится на Yeti покорять некоторые дисциплины этого оффроуд. Ничего не видно. Куда еду? Подъем и спуск с двух перекатов не самое сложное из предлагаемого внедорожного меню. Компактный кроссовер гораздо убедительнее смотрится, въезжая в колью с поперечным креном, вызывающим вывешивание заднего колеса. Данное упражнение позволяет увидеть небольшие ходы подвесок и в то же время способность всех систем максимально нивелировать эту конструктивную особенность. Конечно, характерные возможности данного класса автомобилей напрямую зависят от очень многих факторов, и не в последнюю очередь человеческого. Тот же «Скаут» в большей степени ориентирован на дороги с твердым покрытием. Однако это нисколько не умаляет его потенциал, который нужно правильно применять в конкретных условиях. И все же я не буду сейчас заниматься позиционным раскладом возможностей системы полного привода «Халдекс» на примере каждой модели. Они все идеологически разные, но их объединяет одно – умение держать хороший удар там, где нужно оправдать высокое доверие своего покупателя к полноприводной «Шкоде». Погода в окрестностях Барселоны в феврале достаточно комфортная. На улице около 10 градусов, светит солнышко, небо голубое. Единственное, дует промозглый ветер, который в свое время так не нравился жившему неподалеку Сальвадору Дали. Но это все лирика. Смотрим следующий сюжет.